Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Как и тысячи населенных пунктов в Западной Армении название Лашкерта было тюркизировано. Из-за прямого вмешательства азербайджанской стороны подача газа в республику Арцах вновь прекращена. Рядь сел Джавахка остались без электричества и природного газа. Дороги перекрыты. Хотят превратить в мечеть историческую постройку одной из деревень Оливийцев в Себастье и в Западной Армении. Армянский дух Шуши уничтожить невозможно. МИД Арцаха. В Степанакерте организована конференция, посвященная 125-летию Егеша Чаренца. В этот день 1869 года родился великий меценат-предприниматель Галуст Гулбенкян. Грузия запускает серию выставок на тему геноцид против армян и культурный геноцид. Алашкерт – одно из древних поселений Западной Армении. Он существует с урарских времен. Согласно армянским источникам, он был основан в конце II века н.э. царем Вагаршем I и назван в его честь Вагаршакертом. В урарских клинописных надписях поселение упоминается как Анашт или Алаша. Позднее оно стало называться Алашкерт. Как и тысячи населенных пунктов Западной Армении, Алашкерт был тюркизирован. Сейчас он называется Элекширп. По сведениям, Алашкерт играл значительную роль в качестве духовного центра. Из-за прямого вмешательства азербайджанской стороны подача газа в республику Арцах вновь была прекращена. Об этом сообщает штаб информации Арцаха. У нас есть основания утверждать, что в ходе ремонтных работ взорвавшегося 8 марта газопровода азербайджанская сторона установила задвижку, через которую несколько часов назад прекратила подачу газа. Создаваемые Азербайджаном неблагоприятные условия служат коварной цели создания дополнительных гуманитарных проблем для нашего населения. О ситуации было немедленно доложено командованию российских миротворческих сил, дислоцированных в Арцахе, говорится в сообщении. В настоящее время в Ахалкалакском районе перекрыты некоторые дороги. По словам меры Ахалкалаки, вывезена специальная машина, с помощью которой будут расчищены от снега дороги, ведущие в Бугашен, а затем в село Бижана. Слой снега настолько сильный, что его можно вскрыть только специальным устройством. В Бугашене проблемы не только с закрытыми дорогами, но и с отсутствием природного газа. Ветер повредил газопровод села. В настоящее время несколько сел в районе остаются без электричества. В провинции Себастья, Западной Армении, где проживают оливийцы, находится разрушенное историческое здание, которое государственные органы пытаются конфисковать под названием мечеть. Помимо строительства мечети, государство также проводит политику ассимиляции по превращению исторических зданий в мечети. Жители села обращаются в суд через адвоката. Суд постановил, что это разрушенное строение никогда не было мечетью, а государство возразило против решения суда, подав иск в апелляционный суд. Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением по случаю 102-й годовщины резни армянского населения Шуши. Сегодня мы склоняем головы в память о невинных жертвах резни армянского населения Шуши. Погромы были совершены азербайджанскими властями с 22 по 26 марта 1920 года. Шушинская резня, в которой активное участие приняли турецкие офицеры, стала еще одной попыткой перенести геноциды армян на Восточную Армению. В ходе 44-дневной агрессии Азербайджан оккупировал Шуши, что привело к выселению армян из города. Однако невозможно разрушить армянский дух Шуши, неразрывно связанного с Арцахом. Он возродился в мае 1992 года, он возродится снова. Конференция «Время и национальный дух» в творчестве чаренца была организована исследовательским центром армяноведения Степанакерта университета имени Григора Нарикоцы. Со вступительным словом выступил ректор университета профессор Вартеан Акопян. «Юша Чаренц – тот самый сильный человек в нашей литературе, с которым мы можем представить себя мировой литературе. Он поистине мировое явление, прирожденный гений. Каждая строчка чаренца свидетельствует о его преданности национальному духу и логике». На конференции выступили преподаватели и ученые степанакертских вузов. Армянский меценат Галусь Саркисович Гюльбинкян родился 23 марта 1869 года в Константинопле. Он сыграл важную роль в том, чтобы сделать запасы нефти Ближнего Востока доступными для эксплуатации Западом. Еще в 1860 году отец Галуста Саркис Гюльбинкян стал владельцем нескольких нефтяных компаний на Кавказе. После геноцида 1915 года он приобрел территорию в Месопотамии, чтобы представить убежище беженцам. В его руках были рычаги крупных нефтяных компаний. Ему удалось собрать ценную коллекцию произведений искусства, в которой было найдено около 6000 оригинальных произведений. С 1920 по 1940 года он руководил армянскими школами и медицинскими центрами в Турции, Сирии, Ливании, Иордании и Ираке, а также предпринял строительство многочисленных церквей на Ближнем Востоке. Армянская община Грузии начала серию выставок на тему геноцида армян и культурный геноцид. 21 марта состоялась первая из выставок, которую поддержали члены Студенческого союза Грузии, Рафии и Союза молодежи Грузии. Серия выставок продлится до 24 апреля в разных районах Табилиси, в том числе во Влабаре, Исани и Сабултара. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.